Выездные встречи главы Славянского района с жителями сельских поселений – прекрасная возможность для того, чтобы пообщаться на актуальные для селян темы и, получив информацию из первых рук, найти решение тех или иных проблем. Забойское сельское поселение находится в плавневой зоне. Поселок Забойский, хутора Деревянковка и Солодковский расположены на гряде вдоль реки Протока. Здесь живут настоящие труженики. Поселение развивается, есть успехи в благоустройстве. Встреча Романа Сенеговского с жителями хутора Солодковского началась с приятного для них сообщения. Благодаря участию в программе обеспечено финансирование в размере 17 миллионов рублей ремонта дороги к хутору, который будет выполнен уже в нынешнем году. Обновленная дорога позволит изменить к лучшему еще одну проблему – транспортное сообщение. Волнует хуторяны состояние внутренних дорог. Здесь на первый план выходит работа главы поселения. Что касается внутренних дорог, это полномочия главы поселения. Он, я думаю, будет грейдировать, будет добавлять чебень по возможности. Все эти дороги будут проходить, будут делать. В этом году мы все равно поработали. И грейдер работал, и принципальный. Беспокоят селян и такие темы, как медицинское обслуживание, сжигание пожневных остатков на полях, опасное для окружающих, озеленение детской площадки. Глава района вместе с представителями всех заинтересованных служб ответил на вопросы собравшихся. В хуторе Деревянковка встреча состоялась в здании 54-й школы. Роман Сенеговский проинформировал жителей о том, что делается в муниципалитете для улучшения благоустройства и социального развития, в том числе и Забойского сельского поселения. Парки благоустройства, в том числе и в Забойском сельском поселении, в Голицыне, в Анастасиевской и ряд еще других поселений, где были вложены серьезные деньги. Поэтому приехали с вами пообщаться, понять, что беспокоит вас. Может, я еще раз повторюсь, может быть, чем-то сможем мы помочь. Глава новый, не так давно работает, но активный, принимает участие в программах, старается, чтобы территория развивалась, слушает жителей, встречается. В ходе общения в формате вопрос-ответ возникла тема необходимости для детей-хуторян детского сада. Конечно, есть детсад в поселке Забойском, но не просто каждый день возить туда детвору. Выход видится в организации группы в здании школы. Как информацию, мы заранее начнем готовиться, и с следующего года поручение запустим эту группу. Молодец, Елена Алексеевна, хорошая инициатива. Это школьная группа у нас есть. Что возить, если можно будет здесь организовать? Купим, Елена Алексеевна, вот купим все игры, все, что нужно. Помещение. Помещение здесь будем тогда, вот речь идет об этом помещении только. Здесь нужно будет смотреть, как организовать этот рабочий процесс. После осмотра здания 20-й школы, готовой к началу нового учебного года, общение с жителями поселения продолжилось в здании детского сада поселка Забойского. Роман Синяковский сообщил собравшимся, что из районного бюджета сельскому поселению было выделено порядка 700 тысяч рублей для грейдирования дорог и на подсыпку территории после подтопления. Зашла речь и о том, что нужна адресная помощь нуждающимся. Мы должны работать вручную в режиме. Надо человеку помочь с лекарством. Мы должны по возможности обзвонить, кому можем помочь с лекарством. Надо подвоз организовать. Это по возможности организовать подвоз. Ну и в принципе, вот в таком ключе, я же говорю, не можем всем помочь. Надо помогать тем, кто в этом сильно-сильно нуждается. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи, конечно, будут решаться. Тут важна и поддержка жителей, особенно в наведении порядка около своих домовладений. Объединение усилий селян и властей всех уровней очень продуктивно при решении любых проблем. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова